МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Первый снег Синилган радует всех", написал в своем стихотворении эвенкийский поэт Аликет Немтушкин. И это на самом деле так. На свой любимый праздник Синилган, праздник первого снега, праздник открытия охотничьей тропы, вновь собрались эвенки в красивом местечке на берегу озера Аи-Тайбык. Первозданная белизна снега, тишина соснового бора, чудесный солнечный денек, все это радовало и располагало к проведению праздника. С приездом людей все оживилось, задымились костры, началась праздничная суета, у всех было чудесное настроение. Мы здесь собрались и старые, и млад, чтобы проводить праздник первого снега. Это во славу великим охотникам, во славу нашим богатырям. Этот праздник в будущем будет главным праздником эвенка, потому что от того, как они добудут, зависит жизнь эвенкинской семьи. Здесь каждый от мамы до велика все работают, никто никого не предупреждает. Снег кистит, дрова готовят, костры жгут, варят, жарят, и все в праздничном настроении. Никакой мороз, никакой проблемы здесь нет. Это прекрасный праздник. Праздник Синглген имеет большое значение для всех эвенков, но особенно он важен для охотников. Он начинается с проведения традиционных обрядов, которые проводит обрядовая группа под руководством Валентина Гаврильевича Исакова. Первый обряд – приветствие через священного оленя, когда старейшины здороваются со всеми гостями, желая им отличного праздника. Для каждого народа имеются особые события, которые у них связаны с их образом жизни. Вот эвенки, поскольку это народ, который занимается охотой всю жизнь, вырос на этом промысле, то для них начало охотничьего сезона – это специальное время, когда проводятся все обряды, для того, чтобы получить у духов удачу на зимний период, чтобы все было у них сложилось, и чтобы они могли определенным образом удовлетворить нужды своих семей. А лично для вас, что для вас значит «Семилген»? Ну, для меня, как и для многих моих сородичей, которые несколько оторвались от образа жизни традиционного, то это означает приобщение, приобщение отдать дань своим предкам, вспомнить их, и, значит, поблагодарить духов. Я думаю, что духи, они существуют, духи есть, и они нас видят. И, наверное, эти все 35 нелегких лет жизни Российской Федерации, вот то, что мы приобщились с своим народным истоком, оно нам помогает выживать. Обряд приветствия плавно перетекает в другой обряд, обряд очищения. И так далее, когда участники праздника проходят через все обряды. Семилген – это производная от эвенкийского обряда синкалаван, который делали перед охотой, перед сезоном охоты, то есть коллективно добывали удачу. Этот обряд был распространен у всех групп эвенков, и вот сегодня он превратился в такой своеобразный праздник. А вообще, что для вас самих значит Семилген? Если лично, то это с одной стороны ожидание зимы, ну а с другой радость первого снега, чувство чего-то нового, потому что ну у любого человека, наверное, весна и осень это какой-то определенный рубеж. Для меня это ну, во-первых, подготовка к зиме, естественно, во-вторых, я знаю, что все мои сородичи собираются на охоту, и так как генетически это у всех, даже у городских, остается, где-то в душе и у нас это теплится, шевелится, поэтому мы здесь. Я якутянам, своим землякам желаю теплой зимы. Пусть в домах будет тепло, даже если на улице будет холодно. Имты, обряд кормления огня, один из самых почитаемых. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, я сказал, что пришли и у нашего дедушки огня есть очень сильный дух. Пусть он встречает вас радостным глазом, чтобы у вас нынче все получалось. Все ваши задумки, чтобы вы на этом празднике действительно стали по тему защиту. Я сказал, защищай нас! Синельген – это для ивенков праздник зимний. Когда наступает зима, снег падает, уже такой покров постоянный, снег уже не тает. Ивенки празднуют этот праздник, именно делают обряды для охоты. Самый главный праздник – это обряд Синкелавун. Охотники добывают охотничью удачу. И вообще здесь всегда делают благословения, очищения. Каждый получает заряд бодрости. Молодые охотники делают инициацию, посвящают в охотники на таких праздниках. А также мы тут освещаем орудия охоты и труда на обряде магин. И делаем еще обряды заклинания соболя, чтобы у нас много добычи пушных зверей было. Ну и, конечно же, любой праздник у нас начинается с приветствия через священного оленя. Это наши почетные бедины. Они приветствуют каждого гостя, который пришел на праздник. Таким образом показываем, что оленки – это гостеприимный народ. И мы рады каждому гостю, который будет на нашей земле. Лично для меня это такой вот, скажем, именно зимний такой вход в зиму, скажем так. То есть мы таким образом уже погружаемся в новое время года, в зиму. То есть мы уже, ну, как я уже сказала, очищаемся, получаем благословение. Таким образом мы уже, ну, с новыми силами и так далее проводим нашу зиму, чтобы никто не болел, чтобы была удача и так далее. Ну, для меня это также встреча с сородичами. Также мы показываем на празднике культуру эвенков. Поскольку Сингилген посвящен открытию охотничьего сезона, то проводятся обряды и для охотников. Например, обряд заклинания соболя. Прошла сюда и вспомнила своего отца и всех охотников, которые в это время собираются на охоту. И прямо такой идет сбор. Они же все вручную делают. Эти вот лыжи свои, сани, оленей готовят. В общем, следят за снегом, за погодой, за природой. Просто для них это такое огромное событие. Они не спят ночами, они готовятся, работают, работают. И вот есть даже картина моего дяди Николая Алексеевича Марфусалова, как он, значит, изобразил моего отца. И вот он едет на учаге охотиться. Впереди эта собака. И следом за собакой мчится охотник. Вот он передал вот эту страсть охотничью. Страсть и огромное желание добыть, принести домой. И вот этот дух народа сегодня мы пытаемся вспомнить, понять и вернуться в те годы, когда все это было. Но в городе тоже есть охотники, да? Охотники и венки. Для них это огромная радость. Вот это первый снег. Так, следы хорошо видны. Вот как раз и более-менее тепло. И они недолго охотятся. Вот где-то ноябрь, месяц декабря, концы уже возвращаются. Поэтому время короткое, очень важное время, очень удачливое. И для них это огромный праздник. Ну и для нас тоже, конечно, для детей охотников. Официальная часть праздника с поздравительными речами, с пожеланиями добра и удачи, начинается с торжественного момента поднятия эвентильского флага. Первое, делая, как в городе душевая венка. Там красное солнце, это бьется горячая сердце венка. А вот самая нижняя, это голубая. Раньше планета была вся в воде. И тут появился на середине земли венк. Вы думаете, это орнамент? Если посмотреть хорошенько, это дю. Значит, это наши олени. Мы имеем олени, и поэтому имеем дом. Там и живем. А почему здесь она черная? И все вот думают, черный свет – это плохой. Наоборот, черный свет – это хороший свет. Это земля, где мы сидим, где все растет. На Сингеругене опять порадовали всех своими песнями и танцами фольклорные эвенткийские ансамбли «Хагвен» и «Геркилен». «Хагвен» и «Хагвен» все равноaju видим надность рецепт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok В празднике активное участие приняли ученики эвенкийских классов 38 и 26 городских школ показать знания родного языка. Субтитры создал DimaTorzok Дима Тorzok Галина Степановна Киригаева одна из старейшин эвенков. Вручила сувениры собственного изготовления иностранным гостям и благословила всех собравшихся. Субтитры создал DimaTorzok На празднике первого снега всегда много гостей. На сей раз его посетили студенты-магистранты северо-восточного федерального университета из Египта, Китая, Республики Хонго, Таджикистана и поделились своими впечатлениями. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Дима Торзок Они учатся в СУФУ, Северо-восточный федеральный университет. Они будущие экономисты. То есть учатся в Финансо-экономическом институте магистранты. Дима Торзок 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 Мне нравится якутская культура, очень много этник. Мы тоже были. Но там, могу сказать, удобно, но здесь в Якутске слишком холодно. Но все хорошо здесь. Добрые люди, очень добрые, они помогают. Например, как мы сюда приехали, мы не понимали русский язык, но всегда люди здесь помогают. Друзья тоже там в университете. Если, например, я не понимаю, они помогают, объясняют. Вот так, так, так. И все отлично. Я юридический факультет. Меня зовут Хафес. Откуда приехали? Все о себе скажите, пожалуйста. Я египтян, я из Египта. Я учусь здесь в Субфу. На кого? Медицинский институт. Давно приехал? Нет, через 8 месяцев. А, 8 месяцев? Ага, ага. Скажи свои впечатления о празднике, о Якутии, вообще, что тебе здесь нравится, что интересно? Все интересы, все меня нравятся. Я видел очень много, и это интересно, и все очень хорошо. Мне нравится, я очень люблю. А скажи по-своему что-нибудь пожелай. По-своему языке. Я желаю вам чистой здоровья. Меня зовут Фарух. Здравствуйте всем. Я родом из Аджикисана. Приехал сюда год назад. Я здесь учусь на медицинском институте, на факультете стоматологии. У меня о празднике теперь... Я в первый раз в таком празднике. У меня восхищение. Я такое мероприятие в первый раз вижу. Я не знаю, словами не передать, если честно. Всем желаю хорошей охоты, всем здоровья, всем долгих лет жизни. И как обычно, было много молодежи. Хармандо. У меня выписано. Я не знаю. Я же Conc motivated. Продолжение следует... Продолжение следует... Любимый праздник не обходится без спортивных состязаний, где каждый может показать свою удаль и сноровку. И хозяева, и гости состязали с колюбе и с пневматической винтовки, в метании маута, в многоборье барковые, удачливый человек. Победители получили отличные призы. Венки – это дети природы. Они всегда были... С самого детства воспитывается вот эта вот именно ловкость, сила, удачливость, выносливость и так далее. И как раз вот это вот все, что проводится, делается детям самых малых лет, это нужно именно для охоты, а также для защиты своих родных. Ну, сами знаете, раньше было такое время, что мужчины-защитники рода были обязательно. Поэтому нам нужно было обязательно уметь стрелять. Если это оленевод, например, он должен обязательно очень хорошо уметь пользоваться маутом. Также разжигать костер, не имея, например, там много спичек и так далее, это тоже целое... Сейчас уже на данный момент почти что искусство, да, это очень хорошие навыки надо иметь, потому что без огня, без тепла зимой это очень сложно выжить. И когда перекочевывают на новое место кочевки, надо сразу в первую очередь разжигать костер, чтобы вот это все, что замерзло, все это отогреться, сварить еду. И это как бы не только мужчины, а женщины тоже в этом были очень такие, скажем, умелые. И вот эти вот игры сейчас мы проводим, потому что это все-таки дань традициям нашим и привлекает интерес молодежи. Очень отрадно отметить, что Семилген, зимний праздник ивенков, прошел в День народного единства, еще раз подтвердив, что именно в единстве сила любого народа, что только в единстве можно сохраниться как этнос, развивая свой родной язык и национальную культуру. Субтитры создавал DimaTorzok